В Казларде 60% почти линии электропередач устарели, при этом нагрузка на подстанции растет с каждым годом, а многие трансформаторы, установленные еще в советские времена, регулярно выходят из строя. Особенно трудно приходится жителям окраин областного центра. Как намерены здесь решать проблему, выясняла наш корреспондент Кристина Алмаз-Казы. По улице Жас-Алаш проживает около 80 семей. Чтобы хоть как-то обеспечить свои дома электричеством, местные жители за свой счет установили самодельные линии электропередач. Это тонкие деревянные бревна. Во время сильных ветров, например, как сегодня, эти бревна нередко падают, из-за чего вся улица остается без света. На фоне соседствующих высоковольтных вышек самодельные линии электропередач смотрятся печально. Через электрические башни на рядом стоящем узловом полигоне свет распределяется по всему городу. Но у самих жителей микрорайона напряжения едва ли хватает на работу холодильника. Холодильник не морозит, стиральная машинка не стирает. Если хоть одно бревно упадет, вся наша длинная улица погружается во тьму. По 3-4 дня без света иногда сидим. Мы очень обижены на руководство Крека. Еще в прошлом году обещали обеспечить нас нормальным электроснабжением. Но дело до сих пор так и не сдвинулось с мертвой точки. По словам чиновников, уже в ближайшее время решать проблему жители микрорайона будут в рамках программы АУ Ельбисыга. В целом, в этом году на обновление линии электропередач областного центра будет выделено порядка 3 миллиардов тенге. В областном центре ведутся плановые работы по обеспечению жителей качественной электроэнергии. В начале года было выделено 1,5 миллиарда тенге на модернизацию трансформаторов и обновление электросетей. Демонтировать самодельные столбы до конца года намерены на 13 улицах 6 пригородных поселков. Еще на 47 улицах появится освещение. Сейчас полным ходом работы ведутся в сельском округе Караутубе. Здесь проложено 23 километра электросетей и установлены 8 новых трансформаторов. Высоковольтная линия проходит через наш аул, а ближайшая распределительная подстанция находилась в соседнем поселке Абайко Шинраусского сельского округа. Получается, что раньше электроэнергия к нам поступала оттуда. Сейчас распределительную подстанцию установили в нашем микрорайоне Байтирик. Теперь наши электросети не будут зависеть от других сел. В рамках госпрограммы развития сел будет обновлена инфраструктура пригородных дачных поселков Сабалак, Орбита и Янбек.